Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я читаю проповедь на тему, чем Библия свидетелей июковых отличается от обычной Библии, от истинной Библии. Свидетели июковы не являются христианами в классическом понимании этого слова. Они считают, что все католики, протестанты, православные и тому подобные, то есть христиане, это все дело рук дьявола, и они ни в коем случае спасены не будут. Несмотря на праведность и вежливость, они не имеют толерантности. В их Библии, а их Библии сразу приведу пример с празднованием дня рождения. Свидетели июковы считают, что оно не угодно июкове. Они утверждают, что давным-давно люди верили в злых духов и боялись их. И им казалось, что подарки на дне рождения могут их защитить. И как и сегодня, имениннику желали всего хорошего. В Библии сказано о египетском фараоне и царе Ироди в дни Иисуса. На своих днях рождениях эти гордые правители убивали других людей. Иисус к тому же не отмечал свой день рождения, но повелел отмечать день его смерти. Ведь благодаря ей мы сможем жить вечно. И учил дарить подарки без особого повода. Но в Библии нет ни одного места Писания, в котором хоть кто-то высказывался о том, что этот праздник осуждается Богом. Но утверждение о причастности к злым духам не является библейским и даже противоречит оригинальному Писанию. Так в Матфею 2 главе сказано, когда вошли в дом, то увидели ребенка с его матерью Марией и, упав на колени, поклонились ему. Они достали свои сокровища и понесли ему подарки – золото, лоран и миру. Также то, что убийство людей на дне рождения у правителей являлось атрибутом празднования, является ложью. Были казнены лишь по одному человеку, лишь на двух днях рождения из миллиона подобных празднований в те времена. В одном случае на день рождения царя Ирода казнили Иоанна, но у царя не было выбора. Он не хотел этого делать. На другом дне рождения был казнен преступник, который был в тюрьме, а другой заключенный помилован. Однако подтверждение свидетелей июковых преподносит убийство множества людей как атрибут для рождения. Манипуляция сознанием направлена на достижение необходимой цели. Нетрудно понять, какую эмоциональную травму получают дети, на которых влияют взрослые подобными играми в Бога. Подобными утверждениями и выдуманными учениями руководители общины наделяют себя знаком Богоизбранности, создавая изгоев общества с детства. Иеговы верят в Иисуса Христа как в творение, как в совершенно разные вещи. И это совершенно разные вещи — верить в Христа как в сотворенного или верить в Него как в Бога, добровольно ставшего человеком. И вот свидетели Иеговы повторяют во всех пунктах древние осужденные церковью учения Ариан, учивших о том, что Иисус не Сын, равный Отцу или Сам Бог, но есть творение. Это некая неправда на Создателя, и в этом, собственно, и есть ее опасность. Вера в единого отдельно от всех Бога, без принятия спасения Иисуса от смерти и силу Его Святого Духа. Также отвержение иных языков — это есть хула на истину, которая закрывает для человека дверь спасения. Иеговисты считают, что человек по смерти и праведный, и грешный ровно исчезают, не существует больше никак. И только в день страшного суда Бог воскрешает их, дает праведнику жизнь, а грешника просто не воскрешает. Это их доктрина, которая находится в полном противоречии со Священным Писанием, потому что верующий Христа не умирает, а переходит от смерти в жизнь. Как раз фарисеи учили, что наказанием от Бога будет не бытие, а воскрешение для праведника, которое воспринимают в телесных формах. Апостол Павел говорит, если мы, или ангел с неба, будет благовествовать вам другое что-нибудь, иное, нежели мы благовествовали раньше, раньше, анофема да будет, то есть Евангелие вечное, оно однажды возвещено, его нельзя искривлять или исправлять. Библия Иеговых также именуется как Новый мир, которая полна смысловыми искажениями первоначального Писания. Особенно пострадал Новый Завет, как, например, вместо Иерусалимского собрания будет стоять руководствующий совет. Их сегодняшняя проповедь строится на признаках конца, потому что, потому и делают акцент на способности видеть то, что происходит. «Помазанники передали пророчество Иисуса, как в одни пришествия Сына Человеческого, то есть Бога». Теперь этот образ звучит наоборот. В дни Ноя были люди, которые видели приближение катастрофы и вовремя вошли в ковчег. Они специально игнорируют тот факт, что в одни Ноя никаких признаков конца не было, о чем, собственно, и говорит Иисус Матфея. В отличие от Библии, общество Сторожевой Башни проповедует, что спасение зависит от наших дел. Человек же прежде всего должен прийти за спасением к прежде организации Иеговы, а потом исполнять все, чему она учит. Таким образом, основанием спасения считается не личное взаимоотношение со Христом, но принадлежность к организации свидетелей Иеговы. Спасибо, что послушали эту проповедь. Всех благословляю.